здравствуйте господа сегодня воскресенье я не знаю может кто-то ждет обзоры прессы но я вам скажу с обзорами прессы я немного заколебался так честно говоря засомневался потому что некоторые знакомые делают мрачные прогнозы касательно меня относительно этих обзоров прессы они просто говорят что они очень интересны не прикольно потому что берешь какие-то маргинальные издания и иронизирую хотя что там ну и так засомневался и господа я думаю что как-нибудь я соберусь силами и приобрету в нашем пиоске какую-нибудь самую солидную украинскую газету за 10 гривен и тогда уже расскажу вам какой бред пишут самых солидных газетах а сегодня решил то так спонтанно просто сначала вспомнил как вчера хлеб покупал зашел в магазин уже под вечер купил там что-то перекусить и каждую дайте мне хлебщика хозяин каждые эти белые черные нарезанный батон маша все порядке у нас сейчас нужно не знаю не как в америке но напополам как в польше я говорю дайте мне у цей черный винка же дужи смачные к жене что дужи смачные дайте мне две в глазка чуть два он мне дал я заплатил 4 гривни за два сейчас вам покажу вы помните господа когда-то был такой замечательный хлеб бородинский назывался на закате по моему советской власти уже был не и вот наверное это у нас сейчас так называется вот так он выглядит вот так вот такая корочка у него тут есть он разрезанный пополам это не буханки только пол буханки вот такие вот у буханки очень вкусно бородинск и не знаю может сейчас как-то по-другому называется может его называли там драгобольский или самборский или турковский но мы это любим вообще-то а может быть и бородинский просто не знаю вот такие пол буханки стоят во львове 2 гривни вся буханка стоит 4 я даже не знаю честно скажу дорого или дешево но за 50 центов вполне во львове можно приобрести вот у вас наверно в америке я даже не знаю что можно купить за 50 центов а у нас можно купить буханку замечательного бородинского хлеба так начал вспоминать о хлебе сидел вот полцетом назад чай пил на свою чашку и вспомнил какие чашки покупал ничего особенного самые обыкновенные чашки просто обратил внимание в свое время что у меня побились чашки и приходит гостья и начинаю в разнокалиберные чашки чай кофе наливать ну пошел магазин купил чашки принес домой развернул полно поставил приходит так который иногда приходит посмотрел и говорит что купил чашки новые да зачем здесь эти надписи какие надписи это вот тату и брату и деду сэви тэш ягоды служит я вообще не обращал внимание главное чтобы внутри была белая и размер чтобы был подходящий награде не понимать а ну как ты мог купить чашки такими-то абсолютно ненужными тебе на я вам покажу чтобы понимали чем отличие специально приготовил ну вот например вот эта чашка называется тату ви вот я надеюсь вам видно там замечательный тату с оселедцем с усами с коровой понятное дело и тут написано якщо мене спытають кто такие справжні мужчины я впевнено не відповім це мій тато прекрасно между прочим надпись очень хорошая очень реклама кстати художник хороший ну представление настоящих мужчинах несколько традиционное такое но на вкус на свет товарищей нет или вот скажем вот это вот вот это люби тещи люблю тяную поважаю здоровье и радости божаю стихи станем прямо скромные нового теща абсолютно замечательная ну а вот есть ой далеко тянуться вот брату вот я напишаюсь от имя шо мене такие братик ну и меня любимая женщина или слушай ты что хочешь олегу федоровичу чашку подарить что ли я говорю да не хочу я никому чашек дарить что ты знаешь ну как как ты мог купить вообще ну абсолютно не обращая внимание ты знаешь я все-таки тебя до конца никогда не буду понимать я говорю так это здорово это ж прекрасно замечательно это же скучно в конце концов все знать о близком человеке и все предвидеть близком человек а так обрекуешь и вещь черт знает какие чашки это ж замечательно и вообще ну ты себе можешь представить меня я ходил полдня по львову и выбирал себе чашку она говорит нет вот этого здесь точно представить не могу я верну ответить значит ничего такого особенного удивительного все таки нет и вот мы и сели попили чаю она зеленого а я уж такой привык я черный и больше к этой теме не возвращались посмеялись правда немножко больше не возвращались ну и я наверно вот на этом закончится обзор свои приобретение так сказать продовольственный и так сказать вещевых спасибо за внимание тем кто смог это досмотреть и дослушать до конца